Ребят, сейчас по идее должна быть легендарка. Давайте вы поставите лайк на этот видос, чтобы вам тоже так везло и вам тоже падали леги. Хотя я могу ошибаться, возможно выпадут сейчас много рарок, серьезно. Ну ладно, не буду томить, и это... Привет всем дорогие друзья, сегодня у нас новый выпуск по Клошадяли. Сегодня, ребят, мы поговорим про большое испытание. Я нахожусь на каунте Кристалла, он прошел испытание со счетом 12-2. Я на самом деле много показывал разных дек, испытаний, онлайн-атак, повторов. Самая топовая колода, наверное, 3 мушкетера с големом. Я еще не раз вам покажу повторы, как я проходил это испытание, чтобы вы более-менее научились не играть. А сегодня, ребята, я вам покажу колоду, которую вы 100% не видели. Она авторская, Кристалл я составил сам. Также, ребят, Кристалл находится в моей команде бустеров. Если вы хотите, чтобы вам тоже прошли испытания на 12 побед, если у вас 4 эпики, 9 команды, 7 рарки, все легендарки, то 12 побед на изи сделаем. Заказывайте буст, подписывайтесь на мой паблик, там в товарах есть услуга буста большого испытания или вообще буст покупка. И вообще, подписывайтесь на мой паблик, потому что я каждую неделю самому активному своему подписчику, зрителю, выдаю гемы. То есть, с помощью определенного сайта, кто больше лайков за всю неделю поставил, репостов сделал, просмотрел роликов, это все с помощью сайта определяется. И я выдаю в конце недели гемасики. Также на стримах выдаю гемы за подписку. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите тоже, чтобы я вам задонатил гемасики. Ну, а сегодня, ребят, мы поговорим про колоду. И выглядит эта колода следующим образом. Я, когда увидел эту колоду, я сразу попросил его дать записать видео, потому что я понятия не имею, как он с ней выиграл. Ну, как понятия не имею? На самом деле, все ясно. Он арбалетом оттачил, гигантский скелет убирает весь мусор с помощью торнадо. То есть, это понятно, тоже типа Валькирии, что-то в этом роде. Но, блин, все равно такая связка достаточно странная. И, кстати, я не обратил сначала на цену эликсира. В общем, не такая уж и не дорогая. Я просто подумал, что вот эти две карты по 6 эликсира будет дорогая дека. Достаточно недорогая. Сейчас мы посмотрим повторы, как он с ней выиграл. Потом откроем сундучок, посмотрим, что ему выпадет. Ну и, в принципе, погнали смотреть повторы. Итак, он меня попросил посмотреть предпоследний повтор. И после этого я вам еще два интересных повтора покажу. Я их еще не смотрел. Буду вместе с вами сейчас смотреть. Значит, его противник играет с очень популярной декой. Ну, это реально Голем плюс Молния. Блин, сколько этих колод. Лава плюс Шар, Хок плюс Принцесса. Кристал красавчик, что играет постоянно разными колодами. Они очень интересные, показать вам. И эта дека, ребят, авторская. Вы такую деку нигде не могли увидеть, потому что он ее составил сам. Да, это дека с арбалетом, но он придумал все сам. Значит, гигантским скелетом, он говорил, он дефает. Стягивает все с помощью торнадо и весь мусор уничтожает. Ведьма сейчас, кстати, очень популярная карта. Ее можно юзать абсолютно с каждой колодой. Видите? И с Хоком я уже видел. С арбалетом, с мортирой, с гигантом. С чем я только не юзали. И с лавой 100% вы могли видеть. Вот, смотрим. Выбрасывается гигантский скелет. Что будет дальше? Ну, наверное, будет дальше ночная ведьма. У оппонента уже стоит два сборщика. Я бы, конечно, уже как бы, ну... Ну, меня бы уже бомбило. Потому что вот когда мой оппонент ставит сборщики, у меня нечем их сбивать. У меня такое ощущение, что у меня нету шанса. Вот серьезно. Выбрасывает арбалет оппонент его. И сейчас, кстати, зря. Его просто съедят. Реально съедят. И ночная ведьма сейчас умрет от бомбочки. И смотрите, голема как и не было. Но по эликсиру кристалл немножко проигрывает. Но теперь он может поставить спокойно, смотрите, арбалет. И у оппонента его нету вообще наземных юнита. Вот сейчас только ведьма появляется. Он ее ставит. Но арбалет уже сразу сагрился. И, в принципе, с помощью еще бэйби дрэгона он убивает ее. Все, арбалет дамажит вышку. Немножко оттянул торнадом. Все, арбалет продамажил. Неплохо. Единственный минус, мне кажется, в этой деке, что нету, допустим, ракеты. Нету молнии. Потому что, ну, добивать вот на добивание что-то надо. Там, не знаю. Ну, он сделал до нас побед с этой декой. И, блин, респект. Поэтому, ребят, если вам надоели вот эти однотипные колоды. Вот это Тремушкетера с големом. Ну, это топчик колодок. Ладно, вопросов нету. Но вообще, голем надоел, лава надоела. То обязательно смотрите мои ролики. Я буду показывать вам много разных интересных колод. На разных аренах. Для больших испытаний. Не важно для чего. Итак, смотрим. Снова та же самая... Ну, нет, это не та же самая ошибка. Теперь уже у него есть юниты, которые идут в саппорте за гигантом. Точнее, за големом. Да, и с помощью молний, видим, всех уничтожает. Но, смотрите. Оттягивает он торнадо. Голем взрывается не возле вышки. Еще живой гигантский скелет. Плюс ледяной дух всех притормозил. И еще гигантский скелет. Бум. Взорвался. И никого нету. Отлично. И голем просто не доходит к вышке. Он кинул зап на вышку. Не понимаю, он будет запом ее добивать. И снова, смотрите. С помощью торнадо все в кучку подогнал. Сейчас убьют гигантского скелета. Снова все взорвутся. И голем снова взорвался не возле вышки. Соответственно, урона не нанес. И снова пошел спам големов. Но одно и то же повторяется. И смотрите. Он реально добивает запом вышку. Три запа нужно, чтобы добить 100 с чем-то хитпоинтов. Как видим, он вообще не пропускает своего врага. Точнее, оппонента, да. Блин, запутался я. Оппонента не пропускает к своей вышке. Хотел сказать, к вражеской вышке. Ну и в конце добивает запом. Остается 66 хитпоинтов. А, два хитпоинта еще остается. Точно, зап бьет 60. Сколько? Ну, в общем, это будет повторяться до того, пока не появится у него зап. Вот и все. Интересная катка получилась в конце добивать запами. Давайте еще какой-то повтор посмотрим. Итак, смотрим повтор следующий. Это шахтер плюс три мушкетера, вроде бы, если мне не изменяет память. Итак, смотрим. Готовится гигантский скелет выбрасываться с края карты. Оппонент готовит уже выбрасывать шахтера и, наверное, какой-то мусор. Там банду гоблинов, либо орду миньонов. Что они там в основном выбрасывают. Не знаю, я этой декой не играл. Оба ждут первый ход. И никто не решается его сделать. Выбрасывает кристалл гигантского скелета справа. Здесь делается заход миньончики плюс шахтер. Зап плюс дракон маленький убивает это все дело. Ну и, в принципе, шахтер там особо много урона не нанесет. Значит, гигантский скелет по правой стороне. Пламенный дракон, точнее, маленький дракон по левой стороне. И он там какой-то урон наносит, в принципе. Итак, смотрим дальше. Бандой гоблинов останавливается гигантский скелет. Готовится торнадо. Нет, не торнадо. Отмена. Бросается ночная ведьма. Смотрите, ночная ведьма на изи останавливает таран. Я отлично не знал. Я просто с ней редко играл. И ставится арбалет. Отлично. Видимо, у противника есть только орда миньонов. И сейчас, смотрите, можно торнадо плюс ледяного духа. И, наверное, так и будет. Да, вот торнадо. И смотрите, сколько арбалет уже нанес урона. Осталось сколько? 600 хитпоинтов, да? Или даже меньше. 500 хитпоинтов осталось. А было полторы, по-моему. Ну, в общем, много было хитпоинтов. Просто за один заход он ему снес реально почти фуловую вышку. Если арбалет нормально дефать, то можно за один заход нести. И потом весь бой дефаться. Это только начало боя. Сейчас поставят его оппонент сборщик. В принципе, будет копить эликсир и ждать удвоенного элика, чтобы сделать заход с 3 мушкетерами. Но я уже уверен, что не будет проблем против 3 мушкетеров, потому что есть гигантский скелет. Есть торнадо. Арбалет на своей половине поставил. И все. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы реально пропустить 3 мушкетеров. Ему только надо сейчас добить вышку. И вот смотрите, он сейчас с помощью торнадо всех подтянет. И все. И 3 мушкетеров, как и не было. И спросить, да, кто потратил больше эликсира. Хотя торнадо плюс гигантский скелет, это тоже 9 элика. Но все же он дошел к вышке. Еще и уничтожил вышку. То есть, ну это двойной плюс. Видим на изи контрит шахтера. Ведьмой плюс скелетиками. Все, ставится арбалет, как я и говорил, на своей половине. И это будет реально пассивная игра сейчас. Просто дефаться. Ему больше вышку сносить и не надо. И оппоненту просто реально анрел пройти к какой-то из сторон. Смотрим. Значит, решается он по правой стороне идти. Таран плюс 2 мушкетера. Там он бросает банду гоблинов плюс шахтер. Ну торнадо, торнадо тут все решает. Еще немножко заделан орду миньонов. Запнул. Отлично. Все. Никто не выжил. Бросается ночная ведьма сразу на 2 мушкетеров. И тут снова будет торнадо. Да. Останавливается торнадо плюс скелетиками. Отлично. Ну, кстати, напряженный момент. Вот сейчас он может пропустить. Остается 4 секунды. И все. И победа, в принципе. Да. Вот ему повезло то, что он вначале пропушил. И все. Дальше ему проблем не составило выиграть. И последний повтор он мне сказал посмотреть. Это с лавой плюс шариком. Давайте посмотрим, как он играет против воздуха. Я вам показал, ребята, кстати, 3 повтора против самых популярных дек. Это лава плюс шарик. Это голем плюс молния. И это 3 мушкетера плюс шахтер. Серьезно. Это самые, наверное, 3 популярных колоды. Ну да, еще есть шахтер плюс разный мусор. Там банда гоблинов, принцессы и прочее-прочее. Но там уже много разных комбинаций. Поэтому всех их реально не перечислить. Поэтому... И вот смотрите. Надгробие противник не успел поставить. И арбалет просто снес вышку. С помощью торнадо сейчас снова это все остановится. И плюс ледяной дух. Не, он, по-моему, не притормозил. Или я не увидел. И ночная ведьма зап плюс зап. Все. Наизи остановила шарик плюс лаву. Отлично. По эликсиру, конечно, он очень проигрывает. У его оппонента 9 элика, а у кристалла только 5. Но все же, смотрите, преимущество по вышкам. 500 хитпоинтов осталось у оппонента. Поэтому... Ну, кстати, 500 хитпоинтов нужно еще добить. То есть, тут нет у него фаера. Тут нет у него поезда. Тут нет у него ракеты. Тут еще надо сделать один заход. И вот сейчас он готовится. Остается минута 40 до конца боя. До удвоенной элиссиры далеко. И смотрите, противник пропускает. Пропускает дракончика. И зря. Серьезно, зря. Вот он... Ну, тут ему 4 где-то запа нужно кинуть. Но не знаю, будет он запом добивать. Или же добьет арбалетом. Сейчас будем смотреть. Ставит арбалет он слева. Соответственно, тачит теперь будет так же слева. Бросается шарик, чтобы уничтожить арбалет. И все, понимаете? Уже не будет атакой его оппонента. Потому что он шарик слит для дефа. В атаку ему пойти просто лавой нечем. И видим, у него вообще эликсира оппонента нет. В то же время, когда у кристалла целых 5. И вот он снова сейчас готовится в атаку. Смотрим, что он будет выбрасывать. Потому что я этот повтор сам не смотрел. И не знаю, как он завершится. Но он мне посоветовал именно эти 3 повтора посмотреть. Наверное, они были самые эпичные. Выбрасывается гигантский скелет слева. Да, он теперь перешел на левый фланг. Хотя ему справа, я не знаю, чем он. Но запом. Это так смешно, когда он добивает вышку запом. Так, бросается бэйби дрэгон. Сплэшов здесь реально хватает карт. Это маленький дракончик. Это гигантский скелет. Торнадо, зап. Ну и еще темная ведьма реально решает много чего здесь. И смотрите, снова противник. Я не знаю, как он пропустил арбалет. Так, а нет, арбалет не дамажит вышку сейчас. Нет, я ошибся. Думал, он дамажит вышку. Но все же, смотрите, не получается у его противника вообще никак пройти. То есть, не знаю, казалось бы. Какая-то несовместимая колода здесь с гигантским скелетом непонятная. Но видите, на изи все дефает. Вся моя популярная деки, контрит. И не нужна никакая ему инферно. Не нужна ему никакая молния. То есть, он останавливает все эти популярные деки. С лавой, с големом. Просто на изичах. Так, смотрим. Снова подтягивается торнадо, чтобы гигантский скелет дошел к вышке. Но вряд ли. Нет, тут видим, уже он заюзал зап, потому что нужно как-то добивать. Давайте поставим на Х2. Посмотрим, потому что, ну, мне кажется, он так и будет запом добивать. Вряд ли пропустит теперь оппонент арбалет его. А, стоп, как он? Он снес слева. Серьезно? Я даже не заметил, ребят. Он снес слева. Давайте я еще раз хочу это посмотреть, этот момент. Итак, смотрим. Идет ночная ведьма. Летит маленький дракон слева. Противник выбрасывает банду гоблинов. Долетают летучие мыши и плюс маленький дракон. И смотрите, и сносится вышка. Ну, не красота ли, не? Красавчик. Классно сыграл. Конечно, оппонент зря пропустил. Не дорассчитал немножко. Летучие мыши реально топчик. Не знаю, как ведьма, но мыши реально валят. Я думаю, когда выйдет еще эта карта, то будут комбинации прикольные с ними. Ну, что, ребят. Я вам показал три повтора. Давайте теперь откроем, что у него тут в магазине появилось. Видим, у него почти миллион золота. Он копит на, чтобы покупать легендарки в магазине. Прокачка у него крутая здесь на аккаунте. Значит, что? Давайте откроем сундучок. Посмотрим, что ему выпадет. Итак, поехали. 22 тысячи золота. Дальше скелетики. Они уже у него фуловые. Башня-бомбежка. Сборщик. Ледяной голем. Колдун. Садник на кабане. Вот-вот уже скоро будет одиннадцатый. Надгробие. Так, подрывник. И жена варваров. Гоблины-копейщики. Миньоны. Так, уже фуловые. Одиннадцать рарок. Ребят, сейчас, по идее, должна быть легендарка. Давайте вы поставите лайк на этот видос, чтобы вам тоже так везло и вам тоже падали леги. Хотя я могу ошибаться. Возможно, выпадут сейчас много рарок. Серьезно. Ну, ладно, не буду томить. И это легендарочка. Это ледяной колдун. Отлично. У него уже семь штук. Нет, он может на третий левел, да. И там чуть-чуть на четвертый даже пойдет. Да, круто. Поздравляю его. Отлично. С легендаркой. Ну что, ребятки. Я вам показал колоду. Честно, странная дека. Я сам с ней попробую. Мне кажется, она не такая уж и легкая, как на первый взгляд. Но все же, я думаю, хоть немножко разнообразит игру от этих клеммов, от этих лав. Берите, пользуйтесь на здоровье и надеюсь на вашу поддержку. На этом я буду с вами прощаться, ребят. Подписывайтесь на канал, потому что вскоре я покажу еще много разных колод на разных аренах. Для разных режимов, для глобала, для испытаний и много другого разного интересного. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам за поддержку. Желаю вам удач. Удачных вам сражений. И до новых встреч, ребят. Всем пока. Продолжение следует...